Приветствую вас! Никогда не думал о том, что я вообще когда-либо прикоснусь к миру 3D-печати, и это случилось из-за проекта Умная Ванна. Мне понадобилось распечатать индивидуальные детали, без этих деталей нельзя обойтись. К примеру, для серого привода, который управляет длинным клапаном, я спроектировал корпус и крышку для сервопривода, который позволит мне заменить сломанный сервопривод быстро и легко, а так как проектировать 3D-модели и печатать было увлекательно, то я временно переключился на свой новенький 3D-принтер. Отмечу, что я все еще продолжаю делать умную ванну, но в этом видео речь пойдет про автоматизацию 3D-принтера. Мне захотелось реализовать голосовое управление, а также автоматизировать принтер. К примеру, я могу попросить Алису подогреть мне принтер перед печатью, и это избавит меня от необходимости делать прогрев брюшном. Также можно автоматически выключить принтер после того, как печать будет выполнена и принтер остынет. Это может быть полезно, если мы ушли из дома или легли спать. В качестве управления принтером я выбрал Octoprint. Возможно, в будущем я буду управлять принтером через Clipper, но на данный момент мне не до этого. Мне важнее довести ванну до конца, так как работы с ней очень много. Если используете браузер Яндекс, то выключаем на своем браузере активацию на фразу Алиса и смотрим небольшой видеоролик по голосовому управлению принтером через Алису. Алиса, что делает принтер? Шеф, принтер выключен. Алиса, выключи принтер. Шеф, а принтер ты выключен. Алиса, включи принтер. Хозяин, принтер включен и успешно подключен к Octoprint. Алиса, включи принтер. Алиса, статус принтера. Принтер сейчас находится в режиме ожидания. Алиса, выключи принтер. Алиса, выключи принтер. Алиса, что делает принтер? Принтер сейчас выключен. Алиса, платформу ко мне. Алиса, узнаю температуру платформы 45 градусов. Делаю. Алиса, температуру платформы 55 градусов. Делаю. Алиса, температура сопла 190 градусов. Меняю температуру. Алиса, прогрей принтер. Принято. Когда принтер будет прогрет, я сообщу об этом. Шеф, принтер прогрет и готов к печати. Алиса, температура принтера. Температура сопла 200 градусов. Температура платформы 60 градусов. Алиса, что делает принтер? Шеф, принтер усердно печатает вам детальку. Алиса, сколько отталок печаток? Оставшееся время печати 0 часов 28 минут 23 секунды. Алиса, принтер на паузу. Принтер приостановлен. Алиса, продолжи печатать. Шеф, принтер начал печатать после паузы. Алиса, включи принтер. Хозяин, принтер сейчас усердно печатает вам детальку. Алиса, выключи принтер. Хозяин, сообщаю, что принтер сейчас печатает. Точно его нужно выключить? Нет. Алиса, выключи принтер. Хозяин, сообщаю, что температура сопла 101 градус. Вы уверены, что хотите выключить принтер? Да. Хорошо, я выключу принтер после того, как температуры будут ниже 40 градусов. Алиса, прекрати печать. Хозяин, принтер остановлен. Для того, чтобы реализовать голосовое управление принтером с помощью голосового помощника Алиса, необходимо установить октопринт. Установить его можно разным способом. Я покажу, как установить октопринт в домашний помощник с помощью аддона октопринт и в докер натянул уже. Копируем и вставляем в репетиторию аддона ссылку на аддон октопринт. После чего обновляем страницу и находим сам аддон октопринт. И устанавливаем. Здесь ничего не меняем. Если только можно указать другие порты по желанию. Запускаем аддон октопринт и ждем когда запустится веб-страница октопринт. После чего нам предложат пройти первичную настройку. При создании профиля для принтера указываем имя профиля и модель принтера. На этом установка и первичная настройка октопринт завершена. Дальше покажу, как установить октопринт в докере для синону уже. В докере находим образ октопринт. Выбираем последнюю версию и загружаем. Потом, как образ будет загружен, произведем установку октопринта. При желании можете установить лимит для памяти и для процессора. Это может быть полезным, если нагрузка контейнера будет выше указанного лимита. То произойдет сброс и нагрузка на синону уже упадет. Включаем автоперезапуск контейнера. Это будет полезным, если произойдет сбой сервера. К примеру, сервер выключился. То после включения или перезагрузки сервера, контейнер будет запущен. Добавим папку октопринт. Можно создать папку в любом месте. Важно указать правильный путь к октопринту. Сеть отставляем нетронутой. А порт можем указать любой. Этот порт нам нужен для того, чтобы мы могли зайти на веб-страницу октопринта. После того, как мы настроим контейнер, то перед тем, как запустим контейнер, нужно снять галочку. Запустить этот контейнер после завершения работы матчера. Зачем это нужно? Все дело в том, что контейнер докер не видит принтер, подключенный по USB. И мы не сможем подключить принтер к октопринт. Октопринт просто не будет видеть принтер. Нам нужно вручную указать последовательный порт. И нам придется делать экспорт настроек. А после удалить сам контейнер. Когда мы получим экспортированный файл на строек контейнера, то нам необходимо открыть этот файл, найти строку девайсы и внести несколько строков. После этого сохраняем файл и делаем докер импорт файла. После такой операции в октопринт у нас появится принтер. Продолжение следует... После импорта запускаем контейнер октопринт. Заходим в октопринт и проходим первичную настройку. Продолжение следует... Здесь указываем параметры принтера, какая платформа, стартовую позицию экструдера и размеры печатной платформы. Все это можно взять из профиля слайдера Куро. Здесь вставляем код для перезагрузки октопринта. Проверяем, как перезагружается октопринт. Если все сделано правильно, то октопринт будет перезагружен. При желании октопринт можно русифицировать. Для этого нужно скачать файл русификатор, установить в октопринт и перезагрузить. Продолжение следует... Для того, чтобы октопринт передавал данные в домашний помощник, необходимо установить плагины... Если октопринт вам сообщить, что для установки плагинов требуется PIP, то у меня есть решение, как это можно исправить. И увидеть можете, чуть пролистав видео вперед. Или кликните на тайм-код в описании под видео. После того, как установили плагины, необходимо настроить плагин MQTT для передачи данных в домашний помощник, где указываем IP-адрес брокера MQTT. При желании можете указать ID клиента. Лично я всегда указываю ID клиента для идентификации. Если используем авторизацию, то указываем логин и пароль. Если все сделано правильно, то в домашнем помощнике мы увидим октопринт. Это не касается тех, кто установил аддон октопринт в домашний помощник. Это происходит только в синологии, из-за отсутствия пакета PIP. Первое, что нужно сделать, это установить контейнер октопринт. А после установить пакет Python версия 3.8.6 через центр пакета. Далее подключаем к синологу через консоль и ставим PIP. Если после установки мы видим версию PIP, значит PIP установлен. А следовательно, в октопринте сможем вставить плагины. Для управления принтером используется Code Marlin, и мы будем использовать плагин MQTT подписка и Code Marlin для управления принтером через Алису. Подробное описание плагина MQTT подписка можно почитать здесь, а сам Code Marlin можно посмотреть здесь. Проверить Code Marlin можно через терминал в октопринте. Вставляем нужный код, отправляем команду, и принтер отработает эту команду. Но может, что принтер не отработает команду из-за прошивки принтера. Зная код для управления принтером, мы можем управлять принтером как угодно, посылая код MarlinPrinter через Алису. А именно, через плагин MQTT подписка. Сотдаем топики с командами, которые будем вызывать через домашний помощник. Как указано в документации этого плагина MQTT подписка, что можно отправлять все команды через такой код, но лично у меня не получилось использовать один топик для всех команд. Если вы знаете, как это сделать, напишите, пожалуйста, в комментарии подробно, как это сделать. Именно по этой причине я настроил несколько топиков с адными командами, которые вызываются через домашний помощник. Для проверки выполнения команд принтера через домашний помощник, открываем панель разработчиков, и переходим в раздел службы, где мы выбираем службу MQTT публикации. Вставляем топик и команду, как указано плагин MQTT подписка в Octoprint. Если все сделано верно, то после вызова службы в домашнем помощнике, принтер отработает команду. Когда основное мы настроили, и можем посылать команды принтер через домашний помощник и Octoprint, то можем воспользоваться замечательной интеграцией, которая генерирует события в домашнем помощнике на конкретные голосовые команды, адресованные Яндекс.Станцией. Согласно документации, создаем ключевые фразы, которые будут прилетать в домашний помощник в качестве событий, и эти события мы будем использовать в качестве триггера. Сейчас я наглядно покажу, как я создал в домашнем помощнике автоматизацию, которая реагирует на ключевые фразы. Как вы видите, я создал несколько триггеров, где используются различные события, и каждому событию я присвою уникальные имена, чтобы эти уникальные имена использовались в выборе. Как вы заметили, что не во всех триггерах используется помещение гостиной. Для некоторых событий не требуется использовать последнюю активную колонку. К примеру, если я попрошу Алису выдвинуть мне платформу, то зачем мне использовать последнюю активную колонку, ведь я нахожусь в гостиной, а если я хочу узнать татус принтера, то использую последнюю активную колонку, так как я могу находиться в разных помещениях. Также используем условия в зависимости от того, как мы печатаем на принтере деталь, с карты или с октопринт, ведь код у них разный. Есть команды для печати с карты, а есть команды для печати с октопринт. Если печатаем с октопринт, то и команды должны быть для октопринт, а если печатаем с карты, то и команды должны быть для печати с карты. Если принтер печатает с карты, а мы пошлем команды для октопринт, то принтер не выполнит команду и может зависнуть. Хочу обратить внимание, что имеющийся выключатель в плагине октопринт для домашнего помощника имеет ошибку в коде, и не может снять принтер с паузы. Можете поставить принтер на паузу, но не можете его снять с паузы. Поэтому я создал свой выключатель, которым я не стал указывать фалсер, и указал пустую строчку, и это работает. Благодаря этому я могу ставить и снимать принтер в паузу. На этом всё. Думаю, я смог вам показать, как можно управлять принтером через Алису, и вы сможете реализовать своё управление. Я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на мой канал в Телеграм, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok